разберем теперь валидаторы в большинстве случаев требуется проверить корректность данных перед их добавление в базу данных если это дата то она должна иметь определенный формат если это некий артикул то он например не должен содержать букв и тому подобное неправильно если данные будут заноситься также как их ввел в пользу без каких-либо проверок и чтобы вы могли проверить ваши данные перед добавлением в базу данных и существует валидаторы если валидатор не пройдет добавление не происходит решим задачу нам необходимо проверить чтобы у нас асбн был уникальным нельзя чтобы у нас были две разные книги имеющие одинаковые асбн чтобы объявить валидатор нам нужно в описании у рем сущности у соответствующего поля объявить параметр validation конструкторе поля данный параметр представляет собой колбек который возвращает массив валидаторов вас возникает логичный вопрос почему вы ли дальше колбек они сразу массив валидаторов это своего рода отложенная загрузка валидаторы будут инициализированы только тогда когда действительно нужно будет валидация данных в большинстве же случаев например при выборке данных из базы данных валидация не нужна в качестве валидатора принимается наследник entity validation base или любой колбек указанный колбек должен вернуть true если валидация пройдена или текст ошибки или же объект entity field error для случая если вы хотите использовать собственный код ошибки существует набор штатных валидаторов которые были унаследованы от класса entity validation base это проверка по регулярному выражению проверка на минимальную максимальную длину строки проверка на минимальное максимальное значение числа проверка на уникальное значение как вы обратили внимание последний валидатор как раз подходит до решения нашей задачи вернемся к нашему коду указываем в массиве возвращаем наши анонимные функции только один валидатор это класс entity валидатор юники никаких параметров конструктор передавать не требуется а чтобы проверить как работает наш валидатор мы реализуем компонент добавляем элемент асбн пусть у нас будет 10 нулей один теперь идем в публичную часть наш код выполнился добавился элемент теперь обновим страницу у нас элемент должен добавиться еще раз с тем же самым асбн а как видим добавление еще одного элемента не удалось сработал наш валидатор и вывел сообщение об ошибке а 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